здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал космография себастьяна мюнстера или как меня носом по столу возили значит на вот этот вот ролик вот он невероятно историческая книга 1554 года мой ролик значит автор 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 серж на love journal выпустил значит вот такой пост где значит он меня разоблачает в чем значит он меня разоблачает сейчас я вам покажу посмотрев видеоролик невероятно историческая книга 1554 в котором автор задает множество вопросов и внушает зрителю мысль о мифической мировой средневековой войне прямого и косого креста мне захотелось самому разобраться в теме что из этого вышло читайте далее значит давайте я вам кое-что ребята объясню я не претендую название какого-то там мирового историка не претендую название исследователя я ребята просто показываю вам книги и обращаю ваше внимание на тот или иной факт как сказал мой отец и я не знаю почему у коровы рога растут снизу вверх а хвост сверху вниз я просто констатирую факт понимаете да поэтому мои слова которые мое мнение которое я высказываю своих роликах это всего лишь ребята версия это просто мое частное личное мнение понятно да тому кто не согласен пожалуйста проходите мимо и смотрите другие ролики поэтому я очень воздерживаюсь чтобы какие-то версии выдвигать невероятные и и и говорить как бы все я разгадал историю я знаю точно тот или иной факт понимаете да чтобы меня потом носом по столу не возили давайте же знать с вами посмотрим значит об этом самом об этой книге шоу тут вот пишут космография себастьяна мюнсера некоторые переводы из книги себастьяна мюнсера и его космографии эта книга впервые увидела свет в 1544 году до 1650 года выдержала 46 переизданий 27 немецких 8 латинских 4 английских 3 итальянских 3 французских и одно чешская она постоянно дополнялась и совершенствовалась как самим мюнсером при его жизни ребята запоминаем вышли 6 немецких 3 латинских и одно французское издание так и его посмертными соавторами с момента своего первого выпуска до кончин до мюнсера космография растолстела с 649 до более чем 1200 страниц с 1550 года а потом до более чем 1750 страниц средние века в германии себастьян мюнсер как ученый был чрезвычайно известен авторитет которого считался непререкаемым ребята давайте теперь посмотрим по самого себастьяна мюнсера себастьян мюнсер немец 1489 1552 немецкий ученый францисканец эпохи ренессанса гебра из и космограф способствовал распространению знания еврейского языка ребята среди христианских ученых и изучение его как особой науки в немецких университетах ребята особая наука понимаете да ученик немецко-еврейского лексикографа или левиты отдельные труды которого он перевел на латынь был францисканским монахом и в 1529 сделался сторонником реформации то есть понимаете да ребята шо эти он и вот эти труды себастьяна мюнсера они вилами по воде писаны понимаете и веры ему ну я не знаю зачем он это все дело переиздавал 46 раз ребята переиздавал автор значит меня вот здесь вот вменяет так сейчас это где-то так что значит вот тут вот что вот эти вот рисунки все можете прочитать ребята сами что вот это вот война которая он там пишет что дело то было всем что трудно очень было эти самые рисунки то рисовать приводит техническую сторону этого дела блин значит и что типа а просто один и тот же рисунок шлюпали на разные войны то есть понимаете да сейчас я вам это дело вот тут вот зачитаю так 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 о так по быстрому сами можете прочитать я вам ссылку оставляю почему использовали повторяющиеся ксилографии потому что они позволяли снизить издержки и увеличить скорость и объемы производства для иллюстрации какой-либо темы порой использовал всего две-три ксилографии несущие достаточно общую смысловую нагрузку наличие в книге 3 ксилографий изображавших войну никак не может указывать на то что велась какая-то мировая глобальная война между прямым и косым крестом я по я пытался через google переводчик перевести текст расположены рядом с одной из ксилографий изображавший войну на странице 276 и вот что получилось на вскидку заголовок романиум троллевали румыния таком она германии первое предложение потеря романи один раз оружие переполох кризис против германии нет в настоящее время являются шансы в истории далее в тексте много раз встречается галя и она же речь идет о какой-то локальной войне ну то есть стычка понимаете локальная в одном месте но нашлепали ребята одну и ту же ксилографию на все эти войны помимо по мнению автора значит ребята давайте разберемся 46 раз переиздавалась а книга он мог нарисовать любые таблички на любую войну какие хочешь автор значит тут горит что была проблема понимаете да я вам в предыдущем ролике ребята показал 887 гравюр вот как они ребята выглядят и смотрите проблем с этим делом никаких не было ребята спокойно все печатали вот видите да можете предыдущий ролик посмотреть я оставил там ссылку на эти самые гравюры вот так вот ребята меня носом по столу повозили причем чего интересно я вам хочу сказать автор не не знаю есть у него еще тут какие-то посты или нет так но он носом по столу меня поелозил но еще и до председателя добрался городская трамвайная электростанция на болотной набережной реконструкции и раскопки анализ фактов смотрим вот значит есть вот такой вот ролик у председателя про вот эту электростанцию где он предполагает что значит было какое-то древнее здание это древней какой-то постройки вот значит ролик самое что интересное ребята вот это вот фотография вот это вот я ее нашел в интернете вот это же самое фотография написано фотография электростанции на болотной набережной 1886 вот это фотография следующая фотография это же самая фотография написано электростанция ох елки забыл уже короче три фотографии одна и та же фотография но подписано тремя разными электростанциями кто заинтересуется можете посмотреть вот это прочитайте значит зайдите посетите блог вот это автора вот они значит фотографии этой электростанции а кто не верит можете просто открыть интернет и посмотреть удостовериться сами спасибо за внимание ссылку оставляю на вот этот пост читайте на здоровье подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания